Привет, ребят, с вами Юмилия, и сегодня, в 12 часов ночи, я наконец-таки решилась записать видео в честь 10 тысяч на моём YouTube-канале. Для этого видео я не писала никакого сценария, и, честно вам скажу, я вообще не люблю писать сценарии для видео, мне больше всегда нравилось импровизировать. Многие ребята пишут, что я довольно-таки быстро развиваюсь, но всё равно этого недостаточно. Я хочу развиваться ещё быстрее, я хочу всё больше и больше подписчиков, больше и больше хочу, чтобы у меня было моих котеек, то бишь вас. Кроме 10 тысяч подписчиков, у меня случилось ещё кое-что очень классное. Теперь у меня в компьютере вместо старенького, фиговенького AMD FX 4300 стоит Intel Core i5-4460. Конечно, это не идеальный процессор, и можно было взять процессор и лучше, но и он, соответственно, стоил бы дороже. И я по полной уже испробовала данный процессор, и могу вам сказать, что он восхитительный. Я реально просто очень сильно рада, что приобрела его. Если раньше в Overwatch я играла с 30-50 FPS на низких настройках, то сейчас я играю на высоких настройках, и при этом у меня 75 FPS-85. Вы просто не представляете, какое это удовольствие. Хотя, если вы заядлый геймер, такой же, как и я, то думаю, вы меня поймёте. И из этого следует вывод, что скоро Ёлька начнёт стримить и записывать летсплеи. Да-да, именно так. Если вы помните, то я вам обещала, что собираюсь это делать ещё на тысячу подписчиков. И тут передо мной встаёт несколько вопросов. Во-первых, что стримить, во-вторых, что снимать. Насчёт того, что стримить. Я думаю стримить CS, Overwatch и, возможно, Dota. В своей группе ВКонтакте я устроила опрос. Вот серьёзно, пожалуйста, зайдите по ссылке в описании в мою группу и проголосуйте в этом опросе. Стримить я, скорее всего, попытаюсь на Твиче. И, само собой, как и в группе ВКонтакте, так и на своём YouTube-канале я буду предупреждать вас о стримах. Возможно, сегодня я уже проведу свой первый стрим на Твиче. Хотя, на самом деле, я уже пробовала стримить, но тогда у меня был компьютер гораздо хуже. И то, что происходило тогда, даже стримом называть стыдно. Потому что там были ужасные лаги, было мало FPS, были кубики. В общем, был полный ужас, но теперь всё в прошлом. Если с Твичом ничего не получится, то я попробую стримить на YouTube. Но всё дело в том, что я собираюсь стримить очень много. Вот просто, знаете, хочу приходить с универа, например, заливать видео на YouTube. А дальше вот просто врубать стрим и стримить где-то до вечера. И во время стрима я не буду просто играть и лупиться в монитор. Отнюдь нет. Стрим — это, в первую очередь, общение, взаимодействие между мной и вами. Поэтому большое внимание я буду уделять вам. Так как у меня нет второго монитора, то, конечно, будут некоторые проблемки, возможно. Но ничего, я постараюсь всё это решить и буду пытаться читать ваши сообщения с телефона. И насчёт того, летсплеи, по каким играм мне записать. Если я решила, что я могу стримить CS Over и Dota, кстати, в Dota я играть не умею, придётся учиться. То вот насчёт того, что я хочу записывать, я вообще не знаю. Поэтому, пожалуйста, в комментариях под этим видео на YouTube напишите, какую игру мне заснять. Только не пишите CS Over и Dota. Их я буду стримить. Как вы знаете, я выкладываю на свой канал видео каждый день. И что я решила попробовать сделать? Я решила попробовать выкладывать два видео каждый день. Возможно, один раз в неделю я буду выкладывать всего одно видео в день. Ну, не знаю, потому что вряд ли я буду успевать, потому что мне нужно учиться выкладывать два видео за день. И при том я ещё хочу стримить и поиграть как-то, ещё и отдохнуть. И вы спросите, почему я так сильно вкладываюсь, почему я так сильно стараюсь. Да всё просто, потому что я хочу развития, я хочу отдачи, я хочу стараться и получать результат. Но всё равно, несмотря на то, что я буду так сильно стараться, мне кажется, что этого недостаточно. Нужно будет со временем ещё что-то менять во мне, в моём канале. Пуша, убери свой хвостик. И хотелось бы делать видео, начиная от каких-то обычных размышлений, заканчивая каким-нибудь полноценным влогом о том, как у меня прошёл день. Если у меня будет происходить какое-то интересное событие, то мне хочется его завпечатлить. И тут вы спросите, Юмилия, а почему ты тут говоришь о всяких стримах, летсплеях, влогах и о всём таком, о реакциях ты ничего даже и не сказала? Если вы спросите, Юмилия, ты бросаешь реакции? Я скажу вам, нет. Спросите, собираешься бросать реакции? Я скажу вам, нет. Потому что этот формат видео мне полюбился. Мне нравится записывать реакции, и в будущем я бы хотела их как-то совершенствовать, улучшать. Когда я создавала этот канал, я хотела создать очень интересный, разнообразный и креативный канал. В будущем я бы хотела воплотить столько идей, вы просто не представляете. Но больше всего при этом всём я хочу, чтобы вы и дальше поддерживали меня. Если бы не вы, то я бы даже и 100 подписчиков не набрала, и тысячи подписчиков не набрала, и 10 тысяч у меня бы набрать не получилось. И только благодаря вам я смогу набрать и 100 тысяч подписчиков, и даже гораздо больше. Поэтому, пожалуйста, будьте всегда со мной. Мне это очень важно. Скорее всего, если бы от вас не было никакой поддержки, не было бы лайков, просмотров, каких-то комментариев, то я бы даже видео перестала записывать. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия, котейки мои. Помните, что я вас обожаю. И ещё раз говорю вам большое спасибо. Всё, ребят, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok